Если уж мы с этого начинали, образ Галины Владимировны в разных позах может быть более или менее сексуальным. Вот я об этом и думаю, сексуально Галина Владимировна или нет. Но ведь на самом деле Галина Владимировна, она же, простите, не объект для секса, она нечто гораздо больше. И если я думаю о ней как об объекте для секса, то это, в общем, обозначает, что я думаю о ней как о камне, который мне нужен для какого-то применения. Я не могу думать о себе как о сексуальном объекте, поэтому если я представляю, пытаюсь понять, что чувствует Галина Владимировна, как бы моделируя ее позу и состояние внутри себя, она перестает быть предметом для манипуляций. И она начинает чувствовать симпатию ко мне, которая так и была востребована, так как я же хотел уважения ото всех. Только пользуюсь я для этого абсолютно негодными способами. Я пытаюсь командовать и доказывать, что я имею право на там манипуляции, магические действия. Это практически одно и то же. А когда они не удаются, я иду лечиться. Напиваюсь, наркотики принимаю. Для чего? Да для того, чтобы почувствовать. Нет, я не тварь дрожащая. Я право имею. И поэтому я вас уверяю, вы это упражнение делать тоже не будете ни в коем случае. Потому что это упражнение как раз дрожащие твари. В конечном итоге, если вы задумаетесь, то любой человек получает то, о чем он мечтает. Только на самом деле. В течение своей жизни всегда. Алкоголик, например, накопив, я имею в виду алкоголика среднего возраста, накопив обиды на мир, начинает очень часто искренне вопить, чтобы этот мир оставил его в покое. Я ничего не хочу. Я хочу быть в покое. По большому счету, а что может быть спокойнее психбольницы? Если я делаю в описанном, в любом солидном учебнике психологии и психотерапии, делаю прием, ничего нового в нем нет, уверяю. Если я напиваюсь, то они меня должны чувствовать умным. Представляете, как устроено то, что я называю верой? Так устроено образование вообще. Это беда страшная. Не только у нас образование. Для чего человек пишет конспект лекции? Потом этот концентрат всего сказанного. Закрывается. И превращается в вещь. Вещь ставится на полочку и на всю жизнь забывается там. На всю жизнь. Мы, большинство из нас, я знаю, что есть механическая память, кинестетическая. Люди так запоминают. Я считаю, что все это неправда. Так люди избавляются от того, что они узнали, продолжая верить в то, во что они верят. Ко мне приходят люди, даже лечиться. Говорят, это Александр Геннадьевич, я запишу. Я насильно, знаете, я вырываю ручки, а меня тянут обратно. Нет, я запишу. Почему? Это одна единственная цель. Записал, можно больше не использовать. Все, я эти знания приобрел, получил. Вот я за них деньги, например, заплатил, придя на платный семинар какой-нибудь. Все, вот они мои. То, что ты запомнил, то, во что ты врубился вдруг на занятии, помнится всю жизнь. То, что написано в самом подробном конспекте, сразу после экзаменов забывается. Это знания, которые ты приобрел в собственность. Поэтому об них можно больше не думать. Все, они твои. В смысле нафиг. Вот я захотел, купил, захотел, продал, захотел, выкинул. Как правило, я их выкидываю. Поскольку сколько было сказано умного и замечательного. Дай Бог бы всем этим умным и замечательным воспользоваться. И что-то в моей жизни вообще не дает мне пользоваться властью. Силой, властью. И это значит, что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я к этому не предназначен. У меня другой путь. Это не путь командира, кодировщика, еще кого-нибудь. И я не могу сворачивать с этого пути. Меня начинает мгновенно бить. И бить очень серьезно. Я могу даже больше сказать. Вот пока я какие-то похожие беседы веду, об этом говорю. Но я не могу сказать. Ну, в общем, все в моей жизни течет более или менее хорошо. Как только я прекращаю писать и поведу, у меня начинается черт знает что. Просто головращение жизни. Я в определенном смысле не могу останавливать. Я это для себя знаю. Очень редко, кстати, об этом говорю. Это означает, что где-то, вот где-то, может быть, не все, не до конца, но в основном. Я там, грубо говоря, к своим 50-ти нащупал то, что называется призвание. Откуда все это, понимаешь? Ну, в общем, из тех же самых глубоких размышлений. Больше ниоткуда. Очень мало кто из писателей скажет вам, что он пишет книги. То есть конструирует их разумом. Тем более поэтов. Они вам скажут, что мысли приходят. А я сейчас говорю о том, что для того, чтобы они приходили, их надо научиться слушать. Не научишься, ничего в жизни не получится. Потому что поучиться в жизни может только в каком-то определенном направлении. Только для алкоголиков важны эти размышления. Да, Боже, у вас упаси. Каждый из нас по-своему где-то в чем-то алкоголик. Гриндер, по-моему, один из основателей нейроингвистического программирования, говорил, что понять, к чему ты призван, очень легко. Для этого существуют два главных вопроса. Это чем ты готов заниматься, даже в том случае, если тебе придется за это платить деньги. И второй главный вопрос. Это чем занимались люди, которые были кумирами или героями вашей юности. Так ли все просто? Да, в общем, нет, конечно, не так. Если мне люди в ответ на это говорят. Ну, скажем, да, я плачу деньги ради того, чтобы заниматься рыбалками. Я всегда отвечаю, думайте, потому что это метафора. И, возможно, Христос вовсе не случайно сделал своими апостолами именно рыбаков. Он что им при этом сказал? Он при этом сказал, идемте, я сделаю из вас ловцов душ человеческих. Стало быть, рыбак очень часто мечтает, на самом деле, о моем занятии. О нашем, вот, с присутствующими психологами. Психолога, психоаналитика, психотерапевта, помощника, спасителя. Именно таким макаром мы выбираем в себе кумиры. Эти кумиры были кем? В том числе, там, любимые киногерои. Путешественниками, спасателями, учеными. Вот молодой человек сидит в позе, ко мне вся эта чушь отношения не имеет. Это слишком умно. Прав, он, ну, прав по-своему. Вот, собственно, и вся история. Продолжение следует...